О самых острых проблемах, которые обсуждаются в обществе, говорили сегодня в Кремле на юбилейном заседании общественной палаты. Участие в нем принял Владимир Путин. В центре внимания разные вопросы. От закона о некоммерческих организациях и громкой истории с памяткой для туристов в Крыму, до жилищных махинаций и проектов по реабилитации детей-инвалидов. Обо всем по порядку Олег Шишкин. Обсуждение итогов работы в форме дискуссии. Для общественной палаты привычный формат. Ряд острых тем, впрочем, первым затронул президент. Несколько лет назад был принят закон, по которому часть некоммерческих организаций получила статус иностранных агентов. Владимир Путин согласен. Некоторые формулировки требуют уточнения, но смысл, а главное дух закона, отвечает требованием времени. Нашумевшая история. Общество защиты прав потребителей, общественный контроль, статусе, кстати, иностранного агента, недавно публиковало памятку для туристов, направляющихся в Крым, с рекомендацией получить официальное разрешение у властей Украины и воздержаться от покупки недвижимости на полуострове. Последние свидетельства говорят о том, что не случайно и не напрасно мы ввели вот это понятие. Вот недавнее событие, связанное, уже не помню, как эта организация называется, которая якобы заботится о потребителях и начала давать рекомендации по поводу того, как вести себя нашим туристам в Крыму и как относиться к решению вопросов со собственностью в Крыму. Вот это что называется? Это забота о гражданах России? Нет. Это обслуживание интересов иностранных государств в отношении России. Вот именно для этого и вводилось это понятие, понятие иностранный агент, чтобы иностранные государства не использовали инструментов подобного рода для вмешательства в наши внутриполитические дела. Путин поддержал и создание базы данных НКО. Сейчас их в нашей стране около 220 тысяч. Реестр нужен, чтобы граждане видели, какие организации и по каким направлениям работают, и куда можно обращаться за помощью. Много жалоб получает и общественная палата, среди них и обращение так называемых добросовестных приобретателей недвижимости. Семья Логиновых купила квартиру в Москве в 2010 году. Ее первая хозяйка скончалась, не оставив наследников, и жилплощадь должна была перейти к государству. Мошенники подделали доверенность и продали квартиру. И успели перепродать четыре раза, пока не завели уголовное дело и не состоялся суд. Теперь квартира должна быть конфискована в пользу государства. Когда я показываю выписку, где меня с детьми просто выписали по решению суда, мне никто не верит, как можно выписать маленьких детей без возмещения какой-то компенсации, без предоставления какого-то иного жилья. По данным общественной палаты, только в Москве несколько сотен семей лишились квартир из-за махинации прежних собственников. Живет себе, живет 3, 5, 8 лет, а потом выясняется, что оказывается та приватизация первичная, о которой он знает, не знает, и после которой прошло уже несколько перепродаж, произведена мошенническим образом. Она не могла произойти без участия чиновников, которые отвечают за жилищную программу. Они же подготавливают все эти бумаги. Но, тем не менее, установивший такой факт, этот же самый орган, который допустил мошенническую приватизацию, подает иск в суд. Убежден, что если речь идет действительно о добросовестном приобретателе, а проблемы возникли из-за ненадлежащего исполнения органами власти своей функции, то добросовестный приобретатель должен быть освобожден от любых проблем, которые с этим связаны. Государство допустило ошибку, и государство обязано эту ошибку решать самостоятельно. Можно и принять, наверное, отдельное законодательное решение и попросить депутатов Государственной Думы рассмотреть разные варианты защиты интересов граждан. Но есть еще один способ, в чем он заключается. Можно обратиться в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд принял соответствующее решение. Все эти варианты решения проблемы возможны, обязательно над этим поработаем. Проект «Перспектива» в общественной палате называют приоритетным. Он объединяет около 40 региональных программ. Одна из них — по реабилитации детей-инвалидов. Данечка, Данечка, давай, терпим, терпим. Едем на подъемник, и там отдыхаем. Сядешь, не на колено. На спуске подмосковного всесезонного горнолыжного комплекса «Дети с ДЦП». Даже двухнедельный курс дает, по словам родителей и инструкторов, эффект, который превосходит все традиционные методики. Эту программу по реабилитации детей-инвалидов придумали в семье Белоголовцевых. Младший сын Евгений родился с диагнозом «церебральный паралич». И белоголовцевы поняли, что горные лыжи помогают лучше всего. Сейчас по этой методике занимаются более тысячи детей. После того, как программа получила поддержку общественной палаты, в нее вошли еще два региона. Мы составим вместе дорожную карту. Они как минимум напишут письма губернаторам. Программа поддержана общественной палатой. Это, безусловно, статусность. И это открывание двери во многие кабинеты. Член общественной палаты певица Диана Гурцкая занимается проблемами образования детей с ограниченными возможностями. По ее словам, сейчас под предлогом перехода на инклюзивную систему многие детские сады и школы для инвалидов стараются объединить. Череповцы. Начальную школу детский сад для незрячих детей номер 58 присоединили к школе для слабослышащих. Это совершенно разные методики реабилитации. Инклюзивное образование важно, и мы будем его дальше развивать. Думаю, что здесь и сомнений нет. Но если происходят такие вещи, о которых вы сейчас сказали, ну ерунда, конечно. Конечно, нужно делать все, чтобы дети без всяких ограничений по здоровью общались со своими сверстниками, у которых такие ограничения есть. А если мы в данном случае объединяем две категории совершенно разных людей с проблемами по здоровью, то это, конечно, не приводит к должному результату. Это в собственной цели не достигается совершенно. А это значит, что, видимо, в регулировании есть какие-то упущения. В Кремль пригласили представители региональных общественных палат. Они рассказали президенту, что некоторые чиновники на местах пытаются воздействовать на местные СМИ, чтобы не допустить критику в свой адрес. Это реализуется и через прямое давление, порой и через фактическую покупку средств массовой информации, и через такой относительный подкуп путем госконтрактов, так называемых, на информационное освещение. На те деньги, которые в некоторых регионах тратятся на СМИ, мы бы в Кировской области точно построили несколько детских садов или школ. Если деньги из бюджета выделяются на пиар по существу конкретных лиц и чиновников, то ничего хорошего здесь нет. Это, по сути, нецелевое использование средств. И нужно изобрести такую формулу, которая не позволила бы деньги, которые можно было бы, как Вы сказали, использовать для решения социальных задач, в частности, на строительство детских садов, тратить на этот голый пиар. Полностью согласен. Нужно, ну, я уже правительство просил подумать над этими инструментами защиты. Но есть ещё одна опасность, с которой мы сталкиваемся в последнее время. Вот Вы говорили, фактически подкупи, а есть ещё и другая составляющая – откуп. Понимаете? Платят за то, чтобы ничего плохого не писали. А те, кто могут написать, занимаются шантажом, в том числе и некоторые представители Вашего цеха. Поэтому нужно внимательно наблюдать за тем, что происходит и в одном сообществе административно-бюрократическом, и во втором. Ещё одна проблема – формирование общественных советов при региональных органах власти. Зачастую бывает так, что формируют эти советы самые ведомства, людей они туда подбирают удобных для себя. А Вы как хотели, конечно. Нам всё-таки видится, что региональные общественные палаты должны принимать более активное участие в формировании. А как это сделать? У Вас идеи есть какие-то? Как сформулировать вот это? Это непростая задача. Я с Вами согласен полностью. Ну, естественно, органы власти или федеральный орган власти какой-то, либо региональный, формируют когда общественную палату. Ну, чего греха таить? Мы же все люди, да? Назначим Вас таким министром. Вы будете формировать общественную палату. Вы что, критиков туда свой пригласите? Нет. Вы пригласите людей, которые говорят Вам приятные вещи. Ну, или как минимум благожидательных экспертов, мнения которых можно использовать вовне и для себя, чтобы учесть. Ну, умный человек так сделает. Нам не нужно создавать боевые действия вокруг региональных органов власти. Но нужна точно совершенно независимая такая хорошая, открытая экспертиза всех решений, которые принимаются на уровне регионов. Многие идеи, которые звучали на встрече, президент поручил проработать и представить в виде конкретных предложений. Олег Шишкин, Марина Елисеева, Екатерина Яровенко, Марина Лубенко, Первый канал.